Третья книга Моисея И сказал Моисей Аарону, — Вот о чем говорил Господь, когда сказал, — В приближающихся ко мне освящусь и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал. И позвал Моисей Месаила и Елцефана, сынов Узиила, дяди Аароновой, и сказал им, — Пойдите, вынести братьев ваших из святилища Застан. И пошли и вынесли их в Хитонах и их Застан, как сказал Моисей. Аарону же и Елеазару и Ифамару, сынам его, Моисей сказал, — Голов ваших не обнажайте и одежд ваших не раздирайте, чтобы вам не умереть и не навести гнева на все общество. Но братья ваши, весь дом Израилев, могут плакать о сожженных, которых сожжег Господь. И из дверей скини и собрания не выходите, чтобы не умереть вам, ибо на вас елей помазание Господне. И сделали по слову Моисея. И сказал Господь Аарону, говоря, — Вина и крепких напитков не пей ты и сыны твои с тобою, когда входите в скинию собрания, чтобы не умереть. Это вечное постановление в роды ваши, чтобы вы могли отличать священное от несвященного и нечистое от чистого, и научать сынов Израилев всем уставам, которые изрек им Господь через Моисея. И сказал Моисей Аарону и Елеазару и Фомару, оставшимся сынам его, — Возьмите приношение хлебное, оставшееся от жертв Господних, и ешьте его пресное у жертвенника, ибо это великая святыня. И ешьте его на святом месте, ибо это участок твой и участок сынов твоих из жертв Господних. Так мне повелено от Господа. И грудь потрясания и плечо возношения ешьте на чистом месте, ты и сыны твои, и дочери твои с тобою, ибо это дано в участок тебе и в участок сынам твоим из мирных жертв сынов Израилевых. Плечо возношения и грудь потрясания должны они приносить с жертвами тука, потрясая их пред лицом Господним, и да будет это вечным уставом тебе и сыновьям твоим с тобою, как повелел Господь. И козла жертвы за грех искал Моисей, и вот он сожжен. И разгневался на Иолиазара и Ифамара, оставшихся сынов Ааронов, и сказал, — Почему вы не ели жертвы за грех на святом месте? Ибо она святыня великая, и она дана вам, чтобы снимать грехи с общества и очищать их пред Господом. Вот кровь ее не внесена внутрь святилища, а вы должны были есть ее на святом месте, как повелено мне. Аарон сказал Моисею, — Вот сегодня принесли они жертву свою за грех и всесожжение свое пред Господом, и это случилось со мною. Если я сегодня съем жертву за грех, будет ли это угодно Господу? И услышал Моисей и одобрил.